Утро доброе вести! Утро Карачаева-Черкесия с вами! Сегодня Православная Церковь отмечает Духов День. Это большой праздник в памяти о Святом Духе. Какая погода будет на Духов День, такая продержится в ближайшие 40 дней. Ну а что приготовила нам погода сегодня, мы узнаем чуть позже. А сейчас время новостей. По случаю своего профессионального праздника лучшие медики региона были отмечены грамотами и благодарственными письмами партийного руководства «Единой России» и президиума парламента Карачаева-Черкесии. Благодарственные слова в свой адрес услышали служители панацеи, которые внесли большой вклад в оказание медицинской помощи населению республики. Выраженное единороссами почтение является знаком профессионального призвания и высокого признания достижений среди коллег и общества символом благодарности и уважения к ежедневному труду. За наградами стоит множество спасенных жизней, в том числе и детских. Благодарственное письмо руководителям партии Дмитрия Медведева было адресовано главному врачу лечебно-реабилитационного центра Борис Б. Тебрезову. Горжусь партией. Горжусь тем, что она делает. Очень много делает для республики, для города. Это один пример. Такой вот. В 2012 год головная боль была. Как доехать до работы? По Октябрьской поехать или по Демиденко? Ну невозможно было. Вот такие вот ямы. Особенно, если дождь пройдет, погружался полностью. Пол машины погружалась. И, наконец, вот Единая Россия приняла решение улицу Демиденко асфальт положить до самой медсанчасти. Это была первая победа наша. Я очень рада, что так высоко оценили мой скромный труд. И если бы меня спросили, если бы начать заново, какую бы вы профессию выбрали, я бы выбрала ту же самую. Потому что я свою жизнь без медицины вообще не представляю. Потому что если не любить ее, свою профессию, людей, тогда из себя хорошего врача и не получится. В Карачаево-Черкесии продлят программу по закладке мини-садов интенсивного типа в личных подсобных хозяйствах до 2026 года. Об этом сообщил глава республики Рашид Темреза в ежегодном послании Народному собранию. За время действия программы по закладке мини-садов интенсивного типа в личных подсобных хозяйствах создано 458 кооперативов. За последние годы в республике практически в три раза увеличилось производство фруктов. В связи с тем, что срок реализации региональной программы по закладке мини-садов интенсивного типа в личных подсобных хозяйствах истекает в текущем году, руководитель региона считает необходимым продлить ее реализацию. Так как программа одна из самых востребованных на селе. Поэтому и было дано поручение Министерству сельского хозяйства скоординировать работу между кооперативами и крупными садоводческими предприятиями в части транспортировки и хранения фруктов с целью их сбыта. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на Ногайском языке. Я с вами прощаюсь. Хорошего дня. И в заключение расскажу, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем в горах порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17. В горах местами плюс 7, плюс 12. Днем плюс 29, плюс 34. В горах местами плюс 20, плюс 25 градусов. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 32, плюс 34 градуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова